здравствуйте друзья развивается дискуссия по поводу 15 долларов в час минимальные зарплаты в штате калифорния это будет достигнуто там за лет за пять то есть не сразу не в один день но начали люди с разными обстоятельствами высказываться довольно серьезно значит в частности что происходит если бы эти 15 долларов в час вводились бы локально в каких-то каунте с каких-то графства где большой оборот там всего на свете то это было бы совсем незаметно допустим сан-франциско и 15 долларов в час да о чем речь там люди хорошо зарабатывают они не заметят а там сколько там 14 15 миллионов туристов в год миллионов поэтому учетом господин тут турист там потратить на 50 долларов больше за поездку там ничего страшного но если мы посмотрим на все остальное калифорнию вот скажем за пределами там ну 10 процентов того что тут есть но мы увидим что есть территории где половина населения получает вот в районе там этих ну минимум вэйдж там и может быть пара баксов сверху то есть грубо говоря некому некому взять на себя расход вот представьте себе что вот большая территория на этой территории в основном живут там небогатые люди они получают какую-то копеечку там своем из этом 10 долларов в час но но они там и жилье соответственно по цене там и так далее вдруг дальше им говорят 15 долларов в час соответственно получается какая история первое что происходит предприниматель начинает чесать репу и думать как сократить расход например но вот вы можете например держать человека который там наливает напитки да можете поставить такую станцию когда человек подходит и сам себе набирает глядишь так вроде какой-то инвестмент сделан в эту станцию но с другой стороны так уже ты экономишь на человеке поэтому безусловно какие-то бизнесы просто выйдут из бизнеса потому что люди не в состоянии это оплачивать которые там рядом живут вот те которые сами получали 10 долларов и теперь получают 15 давайте для них слишком дорого станет то есть может быть он дом еще не сготовит чем допустим там макдоналдсе братья и так далее то есть отсутствует зажиточный элемент отсутствует турист которые берут на себя вот эту вот часть и возникающий вопрос а а за чей счет собственно вот это вопрос очень интересный а за чей собственно счет вот он отличает либерала от консерваторов потому что всем хочется чтобы люди хорошо зарабатывали и хорошо жили но человек консервативный так сказать с опытом жизненным и так далее он говорит а деньги то где образование бесплатными он спрашивает сразу а платит кто он же знает что он должен платить знаете тот который не платит он говорит а подать срочно бесплатное образование а подать срочно бесплатную медицину почему что он за нее не платит как только как только он платит он говорит минуточку так это что за мой счет все ну и опять если все вокруг богата немножко бедных то эти богатые легко подхватят эти немножко бедных и вопросов не возникает но когда все бедные в основном бедные и их хотят вот таким странным образом и счастливить и вот тут получается что эти бедные вообще работу потеряют они вообще останутся без работы им придется уезжать куда-то или что-то такое должно произойти серьезно и к счастью все эти перемены не планируется сделать за один день все-таки у них будет там пять лет на это они будут повышать там по доллару раз в год и у них будет время и подумать и и в общем поглядеть и изучить последствия но пишут так что действительно был опыт установления повышенных окладов минимальных в некоторых юрисдикциях но это были обычно города никто и никогда в масштабах штата целого государства под 40 миллионов населения понимаете там но нет 40 но около около 40 миллионов населения это сколько в европе есть государств которые имеют 40 миллионов населения поэтому в общем такой экспериментик интересный намечается то есть как сказать много очень много аспектов и безусловно это эксперимент заслуживающий большого внимания вот как пойдет но может быть разработают какие-то механизмы как-то вот ну ну то есть никто же не против чтобы люди больше зарабатывали но но мы же не хотим это делать за счет того чтобы люди работу теряли и кто-то зарабатывал больше остальные бы община был пересидели также также тоже не годится то есть как-то цена слишком высокая за это за все для общества поэтому ну вот надо смотреть в общем вся страна интересуется все смотрят все думают как же это у них там получится в калифорния и я думаю что люди которые сами тут в калифорнии решения принимают они тоже них ответа нет по-настоящему то есть получается такая штука демографически демографически в штате калифорния есть очень могущественное в экономическом отношении городское население могущественно это лос-анджелес сан-диего сакраменто сан-франциско значит кремниевая долина и вот эти люди их ну ну достаточно много и у них много денег тоже и вот они как бы соответственно депутаты соответственно голосование всякие и вот они глядя на то место где они в городе живут они говорят давайте-ка вот мы это сделаем и наверное это в городе имеет смысл то есть не никто не спорит наверное штат вроде зажиточный там денег со всех сторон много и туризм тебе и международный бизнес вот тут и в общем ну все на свете тут вот а как же быть сельской местностью или скажем так ну со всем остальным что вот не подпадает под это этих то куда девать была когда-то идея такая но она не имела государственного такого развития но была такая идея разбить штат калифорния на несколько штатов и оставить вот там городских там в одном штате а за сельских другом потому что сельская например местность она очень сильно республиканская а города например демократически получается что люди которые там республиканские у них нет никогда никакой возможности там ничего получить виде там депутатов губернаторов там и так далее то есть их голоса задавливаются голосами вот скажем городских людей которые живут на относительно небольшой части территории штата когда вот выборы там идут и участки закрашивают синеньким и красненьким там по по цвету так калифорния вся красненькая там несколько синеньких кусочков вот тебе лос-анджелес синенький вот где там сан-франциско синенький демократический а так весь штат красненький но в итоге то получается что весь штат синенький вот в силу вот этих вот интересных демографических плюшек так что вот мы с вами разговаривали уже про 15 долларов в час и я почему-то этой теме возвращаюсь что интерес такой был может вам еще вот это тоже интересно что они там с асфальтом был интерес такой живой поэтому я к этой теме возвращаюсь и если интересно могу еще возвращаться потому что тема прикольная дорогу уравняют черни там копали чтобы ровненько было ну что ребят счастливо